Используй промокод FIRE11, пополняешь на 400, получаешь 560. Всем привет, ребятки, и сегодня хочу выпуск начать с того, что я открою самый дорогой кейс, который я открывал в начале, именно Artifact Intelligence, он первый. Какой-то искусственный интеллект, то есть AI. И давайте вот просто откроем и посмотрим, что же нам выпадет. Ну, конечно же, я не надеюсь на чудо, потому что на чудо всегда легион Анубиса, он выпадает нам. Он стоит, сколько, 800 рублей, 700, ну 800, и мы в минус уходим. И хорошо, ребятки, сегодня мы будем двигаться по тактике, которую я ранее озвучивал, но я хочу изменить ход этой тактики, то есть не армейского качества открывать, а другие кейсы. То есть, где тут склок? По 250, давайте вот по 250 открывать, просто по 10 штук. И, как мы понимаем, сейчас прекрасно осознаем то, что сейчас я могу все слить и в тильте просто забыться, но на самом деле я не знаю, не знаю, ребятки, не знаю. Фух, хоть бы у нас все было хорошо, хоть бы мы сейчас выиграли все. Но нет, но нет, видимо, не судьба. Дроп нам говорит то, что мы в большом-большом при минусе, и выпуск уже начинается с плохого настроения, что я надеюсь изменится рано или поздно, потому что я не хочу на плохой ноте заканчивать выпуск, а хочу просто вот взять и окупиться, но рентген выпадает нам и говорит то, что все, дружок, ты заканчиваешь выпуск. Но я не хочу, я буду топить до последнего, не сдаваться. По 5 штук, если надо будет, буду открывать. Если надо будет, буду открывать по 1 штуке. Кстати, цифровой архитектор, это сколько? 2500 рублей. Ладно, все, переобучка пошла, тактика рабочая, все топово идет, как же я счастлив, так сказать. И мы уже в плюсе достаточно. Неплохом, неплохом, и мы, наверное, сейчас этот плюс сразу же сольем. И каким способом, вы, наверное, спросите, а мы знаем, каким способом мы сейчас сольем. Давайте еще раз фастиками дооткроем. ЗИП, ЗИП, он, кстати, стоит 8 рублей. ЗИП стоит 8 рублей, Северный лес 2 рубля. А вот это заражение стоит намного дороже. В чем логика кейсов этих, я не пойму. Последний спинчик, и мы идем открывать тот самый сливной кейс топ-1. Я бы назвал его проклятым кейсом номер 2. То есть тут есть кейсы, которые абсолютно прокляты, да, так сказать. Ладно, последний спин, окей. Раз уж мы 700 выбили, тут, ребятки, кто-то выбил 0.37, Джейсон на дешевых кейсах, кто-то окупается, красавчики, пацаны. Можно мне так же, please. И это минус, да, я так полагаю. Нет, это плюс. Ладно, хотя бы хоть что-то вернули, и идемте рисковать. Ну, я не надеюсь на чудо. Честно вам скажу, ребятки, я не надеюсь. Ну, выпадет, я не знаю, какой-нибудь... Ой, вот этот авик. Сколько этот авик стоит? Сколько, подождите, сколько этот авик стоит? Вот дайте просто посмотреть на ценник. Я, видимо, слепой, ребятки, я не вижу. Я пытаюсь найти этот авик, но я не могу его нигде найти. А, вот он, он 2000 рублей! Такой красивый авик стоит всего 2000 рублей. Вы представляете себе? И зачем я открыл снова? Я же знаю, что это минус. Да, это эко. Ну ладно, хотя бы легионы, не нубиса, что-нибудь... Ну, скелетный нож мог бы, знаете, подать. Или хотя бы обмотку, любую дешманскую за 15 тысячи, да, допустим. Это было бы уже приятно. Но мы уже в большом минусе. И спрайт, вот, ни разу спрайт нам на своей памяти, помню. Ни разу спрайт нам не выдавал хороший дроп. Он просто окупал нас. Ну, первого окуп есть на 100 рублей, что достаточно мало-мало, ребятки. Это очень мало, я хочу больше. И, надеюсь, сейчас что-нибудь изменится. Введение, кстати, это 500 рублей. 1600, нормально, 1700, точнее. Tiger Moon. Сколько стоит? 46 рублей. А выглядит так, будто он стоит 200-ку, знаете, 200-ки. Я бы отдал за такой скин. Но, увы, сейчас рынок скинов такой, что вообще невозможно прочитать. Ладно, уходим со спрайта. Видимо, он перестал нас окупать. И просто на 1400 рублей, бам. Ладно, это минус. Это большой минус. А, не. Это почти что окуп, почти что. Atomic Heart. Давайте 5 штучек, бам. Просто уже в тильте будем открывать. О-о-о-о. Я думал, что панель управления стоит дороже, ребят. Я думал, что он стоит, знаете, рублей 5 тысяч, да. Ну, как же красиво. Все красиво оформлено на MyCos. Мне нравится новый дизайн, точнее старый, но именно оформление. Смотрите, как красиво вот анимации проработали. И стой, ну куда ты пролетаешь, дружище. Хотя бы добро пожаловать в джунгли. А сколько стоит 132 тысяч рублей, вау. Это просто невозможно. Столько стоит этот скин. Я бы никогда себе в жизни не представил, что он мне выпадает, знаете ли. Ну да и там хотя бы гамма-волны, или хотя бы полимерные листья, которые стоят как... Ну ладно, королеву пути хотя бы окупают, да. 1700 рублей. Давайте 5 штучек еще откроем. Я знаю, что сейчас не окупят, поэтому я опять все закупил. И чекайте просто мой предикт. 100% нападение Жора. И одну говнице, да. Угу, угу. Знал, узнал, ребятки, прочитано. Давайте АВП один откроем фастиком. Азимов! Вот сколько раз я открывал этот АВП, ни разу Азимов не дропался. И мы оставляем этот Азимов себе повторить. И давайте уже добегаем АВП. Все, мы уже в окупе большом, и я в принципе доволен. Почему бы и нет? Фобос нам выпадает. Фобос мы продаем, очевидно. И я уже поверил. Я уже на секундочку поверил, что чудеса бывают. Но, как мы видим, чудес на майксго бывают не так часто, как хотелось бы. Картисера, кстати, неплохой скин. Лучше бы Картисера выпала. Она стоит, знаете, не так дорого. 1200. Но на ней можно гонять. То есть, если бюджет не такой большой, то почему бы и нет? Также и бог червей. То есть, если бюджет маленький, можно. Всем спасибо за просмотр, ребятки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok